Здоровье, комфорт и участие в жизни общества – вот три основы для работы с членами клуба «Активное долголетие». А для самих граждан серебряного возраста это открытые возможности для нового, увлекательного и порой неожиданного. Получить знания и укрепить здоровье – то, на что раньше не хватало, то времени, то финансов – теперь и удобно, и бесплатно. Проект губернатора Московской области «Активное долголетие» существует с конца 2019 года. Тогда по решению правительства, по решению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, в каждом городском округе Московской области были созданы клубы «Активное долголетие». Для чего же они созданы? Для того, чтобы наши старшие поколения, это пущинцы старше 55 женщины и 60 лет мужчины, могли активно проводить время. Ольга Дручкова начинала ходить сюда, опираясь на палку. Теперь же она не только активный участник программы по оздоровительной физкультуре, где палки ей нужны только как вспомогательный инструмент, но и постоянный активист турпоездок, мечтающий о большом новом комфортном автобусе. «У меня были сомнения, конечно, потому что у меня была больная нога, я пришла сюда с палкой, и я думаю, что это здесь будет, как-то, ну не было у меня желания. А потом вот как-то вбилась в струю, стала на физкультуру ходить, стала в бассейн ходить, немного на тренажерах позанивалась, и вот мне стало лучше, и я прям втянулась, и даже вот мне хочется продолжать ходить. И поэтому я призываю, чтобы народ приходил сюда, чем где-то вот на лавочке сидеть, лузгать семечки, а ходили сюда заниматься, здесь очень хорошо». «Самой большой популярностью пользуются у нас в первую очередь это и занятия в бассейне, в плавательном, который у нас происходит на базе, проходит на базе Дворца спорта АК. Также большой популярностью пользуются занятия скандинавской ходьбой, они организованы на базе нашего реабилитационного отделения комплексного центра социального обслуживания, и сейчас набирают популярность направления, это экскурсионные поездки. Экскурсионные поездки в рамках проекта «Активное долголетие» также для наших жителей старшего возраста совершенно бесплатны». Сейчас для занятий в помещении требуется справка о прививке или антителах к коронавирусу, записаться с помощью портала Госуслуг, где не требуется ничего, кроме паспорта и желания, и вы уже участник. Специалисты КЦСО готовы помочь не только с регистрацией, но и с выбором направления, а также на самих занятиях. «Каждому нужен свой подход. У каждого физическая подготовленность тоже разная, поэтому мы находим общий язык, компромиссы. У нас проходит оздоровительная гимнастика. Она очень сейчас востребована. Комплекс упражнений по оздоровительной гимнастике у нас специальный, который подходит граждан старшего возраста». От гармонии тела к гармонии духа. Этот путь проходят те, кто выбирает для себя такие направления, как йога или дыхательная гимнастика. «Потому что это гармонизация, это гармония дыхания, движения, взгляда. Это тот момент, когда я могу быть со своим телом, со своим дыханием. И здесь у людей очень много возникает позитивных моментов». Научиться понимать и слышать свое тело в такой системе оздоровления, как йога, может найти себя каждый человек, считает Ирина Макарова. «Люди приходят на занятия, они получают, во-первых, поддержку эмоциональную обязательно от каждого из наших сотрудников. Это принцип нашей работы, потому что иначе зачем все это? Потом они получают физическую поддержку, именно такой, как хотят». «Здесь очень хороший, участливый преподаватель, очень хороший методисты. В общем, они нам очень много тепла дают, очень хорошее отношение, чуткое, внимательное». У активного долголетия в Пущине несколько гостеприимных домов. Физкультурной активности предлагает реабилитационное отделение КЦСО «В-13». Плаванием можно заняться во Дворце спорта АК, изучить компьютер в библиотеке. Те же, кто не мыслит ни дня без творчества, могут также направиться в «В-13», а могут обрести пространство для самовыражения в ЦКР «Вертикаль». Это домашний адрес клуба. Именно здесь находят себя те, у кого поет душа. «Ну, это жизнь, это вторая жизнь. Для меня хор самое главное. У нас замечательные руководители здесь. Вот вместе мы выбираем репертуар». У нас творческие направления. У нас люди приходят петь, танцевать и рисовать. Три направления, которые объединяют людей. Некоторые ходят даже в два направления. То есть они придут, порисуют, потом идут, поют. А еще у нас есть такие вечера, которые мы специально делаем для старшего поколения. По понедельникам называется «Теплый круг». Обязательно с чаем, с песнями, с общением. А общение, как подчеркивает Виктория Александровна, здесь не просто бытовое или дружеское, а в первую очередь творческое. Именно оно дает такой настрой, который не позволяет болеть, стареть и скучать. Танцы – еще одна искренняя любовь и возможность для творчества участников активного долголетия. Они непосредственные, очень яркие, талантливые, необыкновенные. И с ними очень хорошо. Каждый однажды желает задействовать граждан серебряных фантазию. Как вам такая трансформация известной фразы про охотника и фазана для запоминания цветов? Для активного долголетия она очень актуальна, ведь здесь есть такое направление, как рисование. И на нем фантазия и творческие способности граждан серебряного возраста проявляются в полной мере. У меня есть заготовки в основном, и наши участницы, они как бы пытаются и перерисовать, и в процессе добавляют что-то свое, что-то убирают, что-то добавляют. И когда уже начинают, например, делать красками, у них получается немножко там по-другому. И вот за счет этого, скажем так, проявляется и такая своя творческая задумка и фантазия. Опыта никакого, абсолютно. С детского сада ничего не рисовала больше. Все. Все. И сюда пришла, и вот говорю, как это так. У меня такие красивые, получается, рисунком подружкам высылаю. Вот я в прошлом раз рисовала вот эту вот сакуру. Подружкам высылаю своим, а они восторгаются. Все три сына хорошо рисовали. И я с ними рисовала, с маленькими тоже как-то так, мы все вместе. Потом внучки, с внучками рисовали. И сейчас сама пришла вот на пенсии рисовать сюда в студию художественную. И очень нравится. Здесь Дашенька. Она же подскажет, она скажет, как она научит. Понимаете, дома сам. А здесь у нас учитель очень хороший. Мы ее очень любим. Несмотря на разные адреса, сферы и возможности клуба «Активное долголетие» в Пущине, есть и один объединяющий компонент. Но компонент такой магнетической силы, что непреодолимо притягивает сюда участников. Это атмосфера. Я приехала отсюда с Урала. Естественно, переписываюсь со своими подружками. Они все завидуют нам. Говорят, ну хорошо. А у них нету, да? Нет, нигде нет. Это московское долголетие. Так что это правительство Московской области. Огромное спасибо за заботу о пенсионерах. У нас здесь общение. Знакомимся все, перезнакомимся. Потом общаемся. Вот в путешествия ездим, общаемся. У нас получается, как одна семья, что мы как родственные души стали. Мы как родственники теперь здесь, кто посещает этот центр. Позитивные, открытые и отзывчивые. Такими предстают участники активного долголетия. Найти в этих людях одинаковые черты и даже представить общий портрет так просто. Наверное, я представляю человека, вот как моя мама. Настолько он добрый, настолько он заботливый и искренний. Они мне во всем помогают. Просто такое отношение душевное и необыкновенное. Настолько активные живые люди, они ничем не, ну не то, что не хуже, а ничем не слабее молодого поколения. То есть это такой же суперзаряд, а иногда даже сильнее, потому что они изучают компьютеры, они тут каждый день танцуют. В общем, это просто суперэнергичные, красивые, богатые люди. Мне еще рано записывать себя в классические пенсионеры. И такое мнение временами отдаляет пущенцев от прихода в клуб. Но здесь каждый из участников прокладывает свою собственную дорожку не к спокойной старости, а к здоровому и насыщенному будущему, к активному долголетию. И это словосочетание мы сейчас используем не в качестве названия проекта. Тут не только вопрос здоровья и бодрости, какой-то активности, гибкости, восстановления, может быть, после... Здесь дают равновесие, вот жизненное такое равновесие, устойчивость, преодоление каких-то собственных проблем. Вот мне кажется, что это гораздо больше, чем просто здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова